Моё почтение, друзья. Компания Samsung очень удачно выстрелила в этом году на рынке смартфонов средней ценовой категории, а серия стала популярнее, чем прежде. И, конечно же, ваш покорный слуга не смог удержаться от покупки смартфона этой серии и приобрел наиболее оптимальный аппарат Galaxy A50. Начну, наверное, с распаковки. На передней части коробки находится принт модели, причём в том цвете, который находится внутри. В моём случае это синий, а также существуют варианты в белом и чёрном цвете. На реверсе коробки перечислены основные характеристики этой модели. Тройная камера с искусственным интеллектом, мощный аккумулятор на 4000 мАч, сканер отпечатков пальцев в экране. Безусловно, всё это очень впечатляет, особенно когда речь идёт не о флагмане. Также производитель выделяет восьмиядерный процессор, большой 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран. Samsung сама производит дисплеи, и это, наверное, единственная компания, которая может позволить себе установить такой экран в аппараты средней ценовой категории. В этом году снова появилась тенденция мериться количеством мегапикселей в камерах, и Galaxy A50 может похвастаться 25-мегапиксельной основной и фронтальной камерой. Отмечу, что это значительно больше, чем у Galaxy S10. Количество встроенной и оперативной памяти составляет 64 ГБ и 4 ГБ соответственно. Также в продаже есть модификация со 128 ГБ встроенной памяти и шасси оперативной. Разумеется, также имеется поддержка двух SIM и карты памяти. В комплекте, кроме самого аппарата, имеется адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки. Наушники, конечно, не EKG, но тем не менее. А также кабель USB-C и скрепка для извлечения SIM-карты и карты памяти. В общем, весьма добротная комплектация. Первое, что хочу отметить в аппарате, это огромный дисплей с разрешением Full HD+. Это великолепное разрешение, точно такое же на Galaxy S10e. И по восприятию экран не отличается от флагманских моделей. Здесь он такой же четкий, насыщенный и яркий. В категории смартфонов до 20 тысяч рублей, безусловно, Galaxy A50 имеет лучший экран. В настройках дисплея есть возможность выбрать необходимый режим, построив его под себя. Смотреть видео на экране Galaxy A50 одно удовольствие. Один мой знакомый никогда не смотрел видео на смартфоне, однако с приобретением Galaxy A50 изменил свою точку зрения. В отличие от модели S-серии, для фронтальной камеры здесь используется каплевидный вырез, который абсолютно не мешает пользоваться устройством. В любом случае его можно скрыть. В остальном экран практически безрамочный. Читать или бороздить просторы мобильного интернета с помощью Galaxy A50, также весьма комфортное занятие. Также из полезных фишек отмечу Always On Display, время отображения которого можно настроить на свое усмотрение. Я обычно выставляю отображение после касания. Я очень долго ждал, когда Samsung наконец-таки выпустит смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Сначала мы это увидели в Galaxy S10 и очень неожиданно было увидеть появление этой биометрической аутентификации в относительно недорогом устройстве. Многие блогеры часто жалуются на то, что, дескать, в Galaxy A50 сканер плохо работает. Изначально я был точно такого же мнения. Дело в том, что при покупке я сразу наклеил защитное стекло. В итоге у меня не получалось разблокировать смартфон с помощью пальцев. В итоге я снял стекло, которое, кстати, клеится только по периметру и образует воздушную прослойку между экраном и стеклом. Так что я не рекомендую покупать стекло, если вы пользуетесь Galaxy A50. И вы знаете, друзья, когда я наклеил защитную пленку, ситуация полностью изменилась. Датчик стал срабатывать просто идеально. Помимо сканера отпечатков, имеется возможность разблокировки по лицу. И работает это также отлично. Даже в полной темноте у меня получалось разблокировать смартфон. Корпус Galaxy A50, как и все A-серии 2019 года, выполнен из стеклопластика, который очень сильно заляпывается. Поэтому после покупки я рекомендую сразу же приобрести чехол. Кого смущает слово пластик, может быть спокойным. Со стороны спинка выглядит больше как стеклянная, чем пластиковая. То есть нет никакого ощущения, что это недорогой смартфон. Что касается габаритов, то он достаточно тонкий для своих размеров, а вес в 166 грамм практически не ощущается. Несмотря на большой 6,4-дюймовый экран, устройство вполне комфортно управлять одной рукой. Пользователи с маленькими ладонями могут включить режим управления одной рукой, который очень удобно запускать с помощью жеста. Говоря об элементах корпуса, отмечу кнопку Power на правой стороне. Здесь же находится качелька регулировки громкости. Честно говоря, мне сначала показалось такое расположение непривычным, но теперь нравится, и я нахожу такое расположение удобным. Слот для двух сим-карты, карты памяти microSD, находится на левой стороне. И отмечу, что здесь полноценный разъём, а не комбо-слот, где приходится выбирать между второй сим и картой памяти. Конечно же, это может отнести очень большим плюсом. В самом низу расположен динамик, он здесь один. Стереодинамики это пока что прерогатива более дорогих устройств. Но отмечу, что звучит он достаточно громко. Давайте в качестве примера послушаем, как он звучит, посмотрев какое-нибудь видео на канале CamReview. Далее можно увидеть микрофон, разъём USB-C и 3,5-мм аудиоразъём. При использовании хороших наушников можно комфортно использовать Galaxy A50 в качестве MP3-плеера. Разницы с Galaxy S10 нет абсолютно никакой. Звучит также хорошо. В настройках качества звука и эффектов можно настроить звук под себя, используя технологию Dolby Atmos и эквалайзер. На тыльной стороне расположены три камеры и вспышка, в которых по совместительству является фонариком. Наличие трёх камер позволяет расширить фото возможности аппарата. Самая нижняя это 8-мегапиксельная широкоугольная камера. В центре основная 25-мегапиксельная камера. И в самом верху 5-мегапиксельная камера глубины для регулировки глубины резкости. Интерфейс приложения камеры подобен устройствам S-серия. Здесь имеются такие режимы, как фотография, видеозапись, замедленная съёмка, гиперлапс, а также живой фокус, прорежим и панорама. Прямо также здесь, не заходя в настройки, можно выставить пропорции получаемого снимка, выбрать необходимый фильтр, а также запустить селфи-моджи или камеру Bixby. Максимальное разрешение видеозаписи, как основной, так и фронтальной камеры, составляет Full HD, что, в общем-то, вполне достаточно. Снимки при хорошем освещении получаются практически такие же, как и на более дорогих устройствах. И только при плохом освещении заметно уступают флагманам. Предлагаю посмотреть и оценить примеры видеоизображения, снятых на камеру Galaxy A50. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Работает устройство на системе Android 9 версии с фирменной оболочкой One UI На мой взгляд это очень простая и в то же время функциональная оболочка Соответственно пользователь здесь получает большинство функций, которые имеются в Galaxy S10 Например жесты, запуск в режиме разделенного экрана, ночной режим Все это здесь имеется Что касается аппаратных характеристик, базируется устройство на процессоре Exynos 9610 Оперативной памяти 4 ГБ и этого вполне достаточно для комфортного использования девайса В тесте Antutu аппарат набрал 144 810 пугаев и это очень хороший результат При работе с повседневными приложениями нет никаких лагов, фризов, все работает достаточно быстро И я думаю, что это один из самых быстрых смартфонов в своей ценовой категории Более того, когда я запустил PUBG Mobile, мне было предложено играть на максимальных настройках То есть для игр, даже тяжелых, смартфон вполне подойдет Стоит ли переплачивать за более дорогую версию со 128 ГБ встроенной памяти и 6 оперативной? Я думаю, что не стоит, учитывая, что память всегда можно расширить Но помимо большего объема памяти, старшая версия отличается поддержкой технологии MST для Samsung Pay Если в вашем регионе еще достаточно много старых терминалов без поддержки PPS Тогда, я думаю, стоит задуматься о покупке Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает отличные показатели автономности устройства Достигая до 9 часов работы экрана Говоря о современных смартфонах, мы часто забываем о том, что изначально это прежде всего телефон И по телефонной части Galaxy A50 у меня нет никаких нареканий У него отличный прием сети и качество разговорного динамика Из беспроводных коммуникаций в аппарате присутствует практически все, что должно быть в современном смартфоне LTE, Wi-Fi, причем помимо 2,4 ГГц диапазона имеется диапазон 5 ГГц, Bluetooth версии 5.0 и NFC Подведя итоги, отмечу, что компании Samsung в этом году действительно удалось занять свое место в нише доступных смартфонов И конкуренты на уровне корейского гиганта смотрятся теперь менее уверенно Помимо A50 уже выпущены модели A10, A20, A30, A40, A70 и скоро в продаже появится еще и A80 И Galaxy A50 в этом списке является золотой серединой, которая предлагает все, что необходимо для комфортного пользования смартфоном Здесь великолепный экран со встроенным сканером отпечатков пальцев Имеется олгустом дисплей, отличное время автономной работы, хорошая камера, Samsung Pay И при всем этом он весьма шустро работает и способен выполнить практически любую задачу По сути в Galaxy A50 имеется примерно 70% того, что есть в Galaxy S10 И этих 70% для большинства более чем достаточно Официальная цена на версию 64 гигабайт оставляет 19 990 рублей Уже имеется ряд мест, где можно приобрести эту модель дешевле С ценами можно подробно ознакомиться по ссылке в описании к этому видео На этом все, надеюсь, что это видео вам понравилось Если оно наберет хотя бы 2000 лайков, то я сделаю сравнение Galaxy A50 с одним из предыдущих флагманов S-серии Оставляйте комментарии, пишите, что думаете о Galaxy A50 Задавайте вопросы И главное не забывайте, все самое интересное еще и впереди Всего доброго, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок